ПОДПИШИСЬ! Это МТВ против М5. Третий решающий Best of 2 противостояние между командами, между этими тремя командами за право выхода. И довольно интересная математика. Я думаю, вы уже подсчитали. Если вам интересно, кому не хватает исходных данных, я вам их сообщу. Итак, за 86 минут выиграли М5 у Даррера. И за 76 минут выиграли Даррер у МТВ. В итоге, какой получается расклад? Расклад получается такой сейчас по таймрейтингу. То есть мы говорим о том, что случится, если МТВ выиграют 2-0. Если любой другой счет, то МТВ пролетает. Если МТВ выиграют 2-0, то Дарреры в любом случае проходят. А вот кто из пары М5 и МТВ пройдет, это уже интересно. Так что мы поздравляем фанатов Дарреров. Дарреры уже едут в Киев. Они уже могут брать билеты. А вот М5 и МТВ очень интересно. Тут все зависит от одной цифры. 82 минуты. Ровно столько в сумме нужно потратить команде МТВ для того, чтобы в двух играх переграть М5. Если они не успевают за 82 минуты, МТВ едут домой. Итак, 82 минуты в сумме. Хватит ли этого времени МТВ, чтобы победить М5? А теперь посмотри вот сюда и ты увидишь, что они понимают. МТВ понимают, что такое таймер. Я говорю, я всегда, всегда был за таймерейтинг. Я всегда был, потому что таймерейтинг добавляет своего вот такого веселого шарма в игры. Естественно. Когда ты еще заставишь ребят нагло пушить, пробивать какое-то время. И вот иногда он давит морально в первую очередь. Я помню, как мы даже играли в Аматорке. Мы с первой минуты думали, у нас 45 минут. Если бы мы об этом не думали, мы бы выиграли за 37. А так мы выиграли за 47. Потому что мы ломились, 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 ломились. Да, это, конечно, тоже все привносит вот свой такой... Да, удар по мозгам. Да, да, да. Потому что вы пушите. Вы понимаете, вот можно было там 5 минут потусоваться, там 10 минут лишних поформить и потом снести. Нет, вы будете эти 10 минут ломиться. И в результате потеряете 10 минут и будете еще там 10 минут фармить. В общем, что-то в этом духе. Так, что там у нас есть? Минус тинкер. Кстати, М5 сами банят тинкера. Сами банят тинкера, который им может очень сильно пригодиться, этот тинкер. Ну просто пик первый, вот видишь, у команды МТВ во второй половине. И они могли спокойно этого тинкера, например, куда-то себе забрать. Да, кстати, тут правильно пишет 1х. Еще уточнение. Если первую игру выигрывают М5, то... То все, мы, да, мы сворачиваемся. Мы сворачиваемся и М5 вместе с даррерами едут сюда, в Киев. Ну, дарреры уже едут. Посмотрим, присоединятся ли к ним М5 или МТВ. Так, Хаос Найт. Вот Хаос Найт хороший герой, но я не знаю, конечно, как он может во время пуша помочь. Потому что иллюзии умирают там очень быстро, если что. Пушить он помогает минуте так на сороковой, когда он уже имеет 2-3 слота у себя в активе. Там начинается самое веселое. Так, так, так. Интересно, 82 минуты на 2 разделить или на 1? На 2, ребят, на 2. В сумме должно быть 82. Это много. То есть, как бы, у нас сегодня самая долгая игра была 45 минут. Это первая игра, дарреры М5. Это очень долгая была игра. Но М5 дольше всех играли, по сути. Да, они дольше всех били. Ну и дарреры до конца. И причем дарреры еще в последней игре они ливнули. То есть, они могли еще больше затянуть. Конечно. Ну вот и МТВ тоже в одной из игр написали ГГ, хотя у них еще было минут 5 в запасе. Не надо было этого делать. Обе команды были предупреждены. Ну так, я просто по этому поводу неоднократно еще бы там на аматорках, на всех и так далее. Играй на кафа. Как только люди начинают ливать с сервера, то это все. Типа, это уже идет победа и так далее. Это даже еще помню в первой доте там на всяких РГЦ. Да, да, да. Все ливнул ГГ. Ты свидос. Люди там сидели до последнего. Деф или трон там как-никак. Там лишних 20-30 секунд, минуту, 2 выиграть. Тоже порой решало. Блин, была у нас игра. Я не помню, сколько там 30 чем-то секунд решила исход. Там просто был полный цирк. Чувак, когда-то на Асусе, когда был ахура и хвост в одной команде, там, по-моему, то ли 30, то ли 25 секунд решило, что они не вышли из группы. Я про эту игру как раз и говорю. Когда было ахура, 25 секунд им тогда не хватило, чтобы выйти из группы по таймрейтингу. Так что, ого, они про это запомнят надолго. Да, есть. Дарреры мне пишут, а мы уже все посчитали, мы уже все знаем. Мы уже билеты берем. У нас все отлично, да. Мы уже билеты берем, да. Они уже через сайт Укрзалезныйцы себе билеты заказывают. Мы уже едем в Киев. Уже надо квартирку быстренько в Киеве найти хорошенькую, как всегда. Да, да, да. И врываться, врываться. Ну, их всего трое приезжих. Я знаю, что надо было сделать. Надо было сделать финал Старладера во время евро. Просто приезжают ребята снимать квартиру. А тут 200 евро за сутки. Да, да. Просто на 5 квадратных метров. На все цены упали. Я вот звонил женщине, у которой я постоянно снимаю квартиру. ЦЛГ, в частности, в прошлый раз там жили. Я ей звонил во время евро. Звоню, я говорю, надо будет с 10 по 16 число квартирка. Она не поняла, что это на июль. Вообще, понимаешь, мозг у человека как и работает. Я ей звоню 27 числа. Ну да. Я говорю, с 10 по 16 надо будет билет. У нее первая мысль. Ой, вы знаете, евро же ж, 250 евро в сутки. Я говорю, Оля Сергеевна, что издеваетесь. С 10 по 16 июля. Какое евро? Ну как? Ну еще же будут фанаты. Я говорю, Оля Сергеевна, хорошо. Ну ладно, ладно, ладно. А сколько вы хотите? Дефолтная цена. Ну как обычно, ладно. А, ну ладно. Я думал, просто еще фанаты будут. Я говорю, что 16 дней, что ли? Не отгуляют, что ли? Да, так сегодня был на Хрещатке. Так прискорбно видеть, как собирает эту фан-зону. Ну, как бы, ах, на фан-зоне я был, кстати, после финала до 4 утра. Какое там было движло. Какая дискотека. Просто продлили метро на всю ночь. Фан-зона работала до утра. Эти 10 тысяч испанцев. Да столько все прикольно, столько круто. Ну и, короче, было очень весело. Сейчас очень жаль, что это уже все закончилось. Хочу еще. Итак, Квапа, Хаус Найт у МТВ. Виновансер Чен Фрём. Ну и ПГГ будет играть на Енигме. Ну, ребята готовы к пушу. У них 4 рейнджовых героя с вардами, с умонами. Поехали! Поехали, да, на самом деле. Это будет, конечно, я думаю, что-то с чем-то. Так. Пока почитаю, что у меня там в группе пишут интересного. Спрашивают, какой там хэштег на Твиттер? SLTV. SLTV хэштег на Твиттер. Говорят, проверить дропы. Дропов было с этого всего... 18 они были давно, ребят. 18 дропов на 242 тысячи. Человек спрашивает... Габлак, я старался. Спрашивает, что такое, если М5 сейчас проиграет две игры, то у всех команд будет 2-0 и надо будет у всех считать... У Дарреры сыграли быстрее всех, а не самые молниеносные. Но быстрее-то, если разве что тут по 15 минут сейчас отыграют. И тогда выходят... В любом случае Дарреры едут. Ну да, да. То есть Дарреры... Там выходят МТВ и Даррер. То есть тут либо М5, либо МТВ сейчас решается судьба. Так математически сложилось, ребят. То есть, чтобы вы долго не думали, так математически сложилось, что не может быть такой ситуации, при которой Дарреры не поедут. Вышло обновление Дота 2 Тест, приветствуем Undying'а и Дизраптора. Вот это... Кого-кого? Ну вот, в общем, я сейчас... Дизраптора? Я сейчас просто вот... Что такое Дизраптор? Сейчас я включу, погоди, у меня аж апдейты эти... Лолобманщик, что-то мне пишет НС. Но, типа МТВ выигрывает за... И Даррер, и МТВ едут. Да. Надо 82 минуты МТВ, чтобы поехать. Если 83, то М5. А! Меня слышит НС. НС меня слышит. Мы бы НСа могли бы подключить, но ты его слышать не будешь. Да, но я его не буду слышать. Это будет печально. Поэтому мы не будем подключать, потому что ты не будешь слышать. И как это? Буду я с ним общаться, а ты будешь молчать. А я такой буду. Я могу в пабчик зайти пошпилить. Как вариант. Как я обычно делаю. Наушники бы тебе нарожать, но наушников у нас тут нет. Да это у нас вообще тут бомжи-арена, ужас. Бомжи-арена, я согласен вообще. Бомжи-арена надоело. А, говорят, Дизраптор это трал. Трал? Да. В порядке, но ты за Интернешнл или будут драки, я тебе говорю. Ты просто понимаешь, чувак тпшится на Тауэр, ты подходишь так тралом на него метку кидаешь. И чувак улетает. О, поймали. Но тут уже Вигас рядом, и пацаны развернулись. Ну, Вигас уже страшный. Ну, увы, они увидели Вигаса, думают, ребята. Ребята по домам, все по домам. Энэйбл, Рубик, Висп и Луна в Кэптэнс Моуде. Короче, финалы Старсерии мы будем играть на турнирной версии. Но их жопу. Я сделаю, конечно, опрос всех капитанов, но финалы Старсерии играть с Рубиком, Виспом и Луной я не хочу. Я хочу. Блин, вот почему не я судья? Слушай, я бы сейчас тут такие финалы. А я тоже не судья, Кипер будет решать. Я бы сейчас тут такие финалы забабахал, это было бы просто жесть. Просто там Висп плюс Урса. Погнали, погнали, Дэнс Дэнс, ребята. Да ну на какой Рубик, ты что водишь? С Рубиком. НС, вот как ты считаешь, надо или не надо? Надо играть. Вот, 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 вот. Не, ну с Виспом, да, но Рубик, это же рак. Ну это же вообще рак мозга, это же не герой. Да надо, все, вот мы с НС солидарные. Ну я все равно буду делать опрос всех капитанов. Хотя, подожди, мы играли два сезона всегда на лейтест версии. Хули мы сейчас должны меняться, правильно? Правильно. Правильно, это же бета все, правильно. Все, ладно, все, я решил, все, играем на лейтест. Вот так вот, я замашнил Вилата. Мы с НСом. Все, мы придерживаемся точки зрения. НС с Каспера меня замашнили. Так что, если кому-то не нравится Рубик, то... Давай, слушайте, я вас. Я хоть поршу из дома. Нет, на самом деле. Я себе представляю эти Рубики. Эти бревны. Смотри, у Сюдорена, смотри, какое бревно в руках просто у меня. Сюдорен в миде, кстати, на Пурионе против Сайлента, на Исэпе в миде. ПГКшка в сложной на Энигме против Фунзи на Квапе. Ну, а на топе уже экшен начинается, и ПБ Адмир умирает. Адмир на этот раз решили опять отправить Адмира на саппорт-героя, на этот раз на Шэдоу Демоне. Ну, и в виде ПБ делает команда МТВ. Здесь трипла на триплу. Бладенфилл играет на Лишраке, на Вигас, на Сынкинге. Сокс у нас на Каус Найте, Виномансер, Бай Факинг Мэт и Кебаб на Чене. Так, я тут пока посмотрю, что происходит с Оксом. Что-то пока не особо пушат. В вышкицевых 300 ХП нету. Ну, такая трипла, знаешь, победоносная прям. Не хватает только второго левела Адмирейшену, для того, чтобы он к себе Шэдоу Пойзон вкачал. И просто все эти волны как-то отпушивал. На миде, тем временем, Фурион тоже особо, конечно, не может ничего продавить. Ну, и нижняя линия, Фунзи против товарища ПГГ. Я даже не знаю, что можно добавить. Ничего. Вообще ничего нельзя добавить. Просто Фунзи против товарища ПГГ. Да, Факинг Мэт с Кебабом сейчас пока бегает по леса. Пытается набрать немножко экспы каких-то лесных кричеров. И попытаться куда-то ворваться вот сюда. Да, на СФ-чика того же могут ворваться, я думаю, без проблем. Вы посмотрите, вот сейчас действительно Сайлент отходит. Сайлент тут Кайлом форманул, форманул. Не, если они сейчас будут Сурсы выходить, они могут прям из-за Таура выбегать спокойно. Ой-ой-ой, СФ сейчас может отъехать. Даггер промахивается. Ой, да ладно. Слушай, как он промахнулся, и Сайлент, конечно, заберет. Здесь инвиз, сюда влетает Фурион, успеет ли, забирает Фурион. Слушай, у него есть спрут? У него есть спрут. Да ладно. Что вообще происходит? Фейлфест от МТВ. Он еще и с прутом не попал. Ай, притянули сюда Бладенжел на 2 секунды. И от Мир зачем-то пришел, тоже шумрет. Ну, Бладенжел пока один и умирает. С Таном попал, конечно, но все равно, это не отъехается. Это уже третий фраг для МТВ. М5 че, решили все-таки никуда не ехать? Или у них все равно нет денег, Дима Смелый в тюрьме? Ну, действительно, почему бы и нет. Как ты поедешь, Дима Смелый в тюрьме? Кто бабло даст-то на дорогу? Может, они зарплату дали заранее авансом? Может быть, может быть. Но это не знаю. Не, на зарплату-то можно поехать. Да ПГГ без Димы Смелого ездил на Асуса и первые места занимал. Легко. Вообще, как два пальца об асфальт. Ну, Вигас поедет безо своей вот в этот вопрос. В этом главный вопрос. Кстати, Бладенжел играет с ником vk.com. Слэш BlueDangelFans через два нуля. То есть, BlueDangel только с двумя нулями. Так что заходите, подписывайтесь к нему на фан-страничку, если хотите. Ну, он беспалево вообще пиарит себя. Вообще беспалево. Нацеплите рекламу просто, ладно. Конечно. Надо говорить, Бладенжел, за вот каждый там vk.com, сколько там, 100 баксов за игру, например, нам стадут. Дирко, да. Хорошая игра. Вообще отлично. Я он Дредда как раскачал. Дредда там сейчас народу смотрит. Дредда затрела под 200 человек. Сейчас только смотрит, что когда... Атака сюда! Залетает Бурион! Фига скопнул хорошо двоих. Одного Адмира потеряли. Нормально. Нормально. Адмир на себя принял удар еще. Замыкался, но умирает, конечно. Вот то, что Хаосу отдают все эти фраги, конечно, немного неприятно. Потому что сейчас этот товарищ себе заберет хоть что-то. Хотя бы ПТ ему для начала не помешало. И вообще левел тут у всех пока достаточно маленький, потому что они всей этой гопшой тут тусуются. Но с другой стороны они сейчас могут пойти и запушить вышку. Вот это уже хорошее начало. Хаос еще подошел, тут Тауэрона получал. Да, вышка умирает. Вышка на топе, первая отъезжает. Посиди пока за мышкой. Какой именно план Капкан. Он что-то замыслил. Я не знаю, что он хочет. Он хочет Энеса, я так понимаю. Он хочет Энеса. Хаос у нас... Э-э-э-э. Что у меня произошло? У меня все повисло. Все. Disconnected from server. Реконект. Я нажал Реконект. А что ты сделал? Не знаю. Да, все. Вилатр connected to the game. Все. Окай. Окайчик, окайчик. Сэф у нас здесь. В стриме хоть все хорошо? Стрим-то не пропадал? Да не, не должен. Не, вижу пропал, кажется, стрим. Опа! Завози капусту. Хром Эксэ приехал. Ну, это пофиг. Так, стрим надо узнать, идет ли. Да идет, идет. Ну вот, что ты панику разводишь? Сейчас пока... Завози капусту. Хром Эксэ приехал. О, у тебя вон звук включился на стриме. Я же говорю, это и дело. Стрим идет, сейчас можно... Теперь можно смело звонить Энессу. Ты хоть звук на стриме выключи. Чтоб людей там 50 эхо не было. Вот, отлично. Теперь мы просто звоним Энессу. И ты Каспир его будет слышать. Да ладно. А ну-ка. Энесс. Ага, здорово. Здорово. О, я говорю, ты... Такое... Такое... Как на базаре. Здорово со всех сторон. Да, народ, напишите, пожалуйста, в чате, как слышно ли Энесса, хорошо ли его слышно по сравнению с нами. Может, кого громче, кого тише. Поговори, слышь там. Говорю, говорю. Ух, как говорю. Всех заговорю. Всех заговорю. Энесс как в подвале. Да не, нормально, по-моему. Ну, я... Может быть, я и есть в подвале. Почему и как? Так, ты... Залез, спадал, сижу в нем. Я тебя сейчас надо... Блин, я никак не могу понять, честно говоря, к самому сту, почему, типа, Дарвер точно выиграли. А если бы MTV, например, выиграли за, не знаю, за 10 минут две игры, а не будут... Ну, вот если MTV выигрывает за 10 минут две игры, вот, смотри, какой расклад. 88 минут надо было... Ну, М5 выиграли у Дареров за 88, а Дарверы у MTV за 76. То есть, ну, берем, типа, 88 проиграв, 76 победа. То есть это 12 минут разница. 12 минут в плюсе у Дарверов. Если MTV сейчас выиграют за 10, например, тогда у MTV будет 76 минус 10, это будет 66, а у М5 это будет минус 78. Тогда М5 в любом случае вылетает. Ну, то есть Дарверы сейчас при любом раскладе, при математическом, я даже параллельно создал себе файлик в Excel, который... Да, вообще какой-то чит, знаешь, что-то выгодно, получается, было первее играть две игры. Не знаю, как-то так получается. Ну, так получилось. То есть я не смог найти вот такой минуты, которая бы устроила и MTV, и М5. То есть такой минуты просто нет. Какой-то бред, что ли? Баг. Баг система. Баг, баг, в натуре, ну, а как так? То есть, типа, получается, все по кругу друг друга обыграли, но уже точно... Ну, типа, ну, короче, ладно. Не, ну, как бы это не баг, то есть, по сути, должна быть какая-то минута, просто не понимаю, почему ее нет. Подожди, тут драка, тут Ладенжелы сейчас убьют. Ой-ой-ой. Должна быть, давай какой замес. Ну, пока я смотрю, MTV хотят М5 дома оставить, да? Ну, видимо, да. Тут MTV, сколько, ты говоришь, 83 минуты надо нам, да? Да, да, 82 минуты, 83-я, это уже беда. Ну, это на две игры, соответственно, да? Да. Так, просто Sox пришел и разбил лицо только что, Адмирейшн. Ну, там, слышь, там залетела Адмирейшн, такая плюха, со стана. Ну, там же рандомный, там такой залетел в дэмэдж. Да, ну что, Тавр сейчас заберут здесь МТВ, счет пока 7-1, ну и... Пока, по-моему, вообще без шансов. Ну, и беда. Ну, как беда? Не беда еще, то есть, есть же вторая игра. Суть в том, что М5-то хватает одну карту выиграть, правильно? Да, ну да. Или проиграть очень долго. Чего еще страшного не случилось? То, что МКН понабирали таких героев и очень активно их исполняют, конечно, круто там. А, и Бавану сообщили, что у него такая ситуация? Вот, все, вопрос, потому что он действительно отдавал таких героев. Я, например, когда смотрел, ну вот, я удивился, что МТВ тинкеры не взяли третьим с его любимым пиком, а взяли Веника. Но в этом тоже логика есть, чтобы не отдать М5, там, ну и вообще Веник в куши хорош. Ну, то, что сам ПКГ, например, не взял тинкера третьим пиком, зная свою ситуацию, им даже побеждать не надо, типа, да, он может просто потерпеть. Ну, то есть, тинкером можно и победить, но если ты понимаешь, что все габлык, как говорится, ну, можно зато 20 минут еще добавить сидеть. Вообще без проблем. А, ну, а он как-то взял этого Сенткинга, бесполезного. Ну, вот да. Пока Сенткин полностью бесполезный. Восьмой фраг делает на ТОПе на МТВ. Да, там, кстати, могли еще цеплять Вигаса, но Вигас вовремя отклик внимание всех. Вигас скрылся в туман. Ускакал. Ну, да ладно. 8-1 счет на 11 минуте. Смотрю я деньги. Мы видим, что 3000 преимущества у МТВ. По XP 2000. Ну, и пока печалюшка вообще здесь. Просто твоя клавиатура слышна всему миру. А, ну, ладно. Ладно, не буду печатать, значит, странно вообще. Она далеко даже. Меня как-то тихо печатал-то и от микрофона далеко. Разошелся что-то. Что-то сделает чуть-чуть потише, потому что там народ говорит, что ты сильно громкий. Сейчас должно быть получше. Вот и клавиатура, поэтому моя в эфире уже. Вигас, кстати, смотрю, я более-менее имею. Похоже, в игре единственный, кто у М5 что-то имеется у него. Мана Башмачок. Урна. В принципе, артов-то на 2500. Разных. Ну, хоть куда-то. Урна Мана Башмак. Давай по всем героям М5 я сейчас пробегусь. Здесь у Адмира на Шедоу Демоне тапок. Три ветки. И Фанзи убирает. Смотри. Опа. О, забирает сейчас. Нормально. Есть прах. Есть первый Блэк Холлот. Вова сегодня, кстати, против Дарреров такие Блэк Холлы давал, что я просто не поверил, что это он. А ЦК просто продолжает в соло ходить и убивать. А я даже где-то комментарий прочел, что типа, это точно ПГГ там или что-то такое? Не, ну учитывая, что он в чат писал, стоят девчонки юбки по колено у перехода метрополитена, то я думаю, да, это ПГГ был. Вряд ли кто-то бы еще такое попизывал понемножечку. Так, Блад Энджел здесь тоже встреет. Вот Сокс сейчас заработает очередной фраг. Ой, как его больно. Это Синдерон Фетерюга на Фурионе. Я там слышал, что ты комментировал, что он, мол, промазал этим. Не, он блочил. Он специально, да, вперед ставит, там, это уже давно. Новая фишка, типа. А, то сейчас закрывать нет смысла? Ну, типа, потому что все уже начались там за одну десятую секунду проедать эту фигню. А, ну, впереди, если ставишь, ну, как бы, две фигнифиг проежды и вообще, ну, а, типа, ну, стопишь так. Так что все сейчас так делают. Ну, или стараются делать. Что-то я неопытный, ты видишь? Да, ты вообще неопытный. Вообще, я что-то... Вэпл, вэпл со своим футболом из Доты. Да, кстати. Все, бросай футбол. Все, футбол закончится. Послушал, я теперь трал. У меня и трал хочется, чтобы был, вот, поскорее. Ты понимаешь, что, ну, типа, Darksir вообще нельзя будет отдавать в Доту. Darksir и трал, я ничего страшнее не видел еще. Типа, блин, у них комбинация с кулдауном 15 секунд. Такая, как будто, ну, это просто ад какой-то. Всех засасывает, ставит эту фигню. Если засасал туда сверху ульту, это просто пипет. Бедный драк. Не, ну, посмотрим. Смотри, сверху занес. Ну, и сейчас будут их здесь забирать. А, и Даггера попадает в Ладенжел. Ладенжел в таверну. Ладенжел уже пятый раз умирает. Потом разорвало просто криком. И Сокс, Сокс пока без барабанов. Там Синдорен еще Адмирейшна хотел поймать, но потом передумал. Короче, здесь главное, давай знаешь, зачем следить. Смотри, найдем ПКГ. Он на Энигме. У него одна смерть. ПКГ топовый фидер на Дота Академии. Вот, ладно. Он тебя даже, ты же там был в топ-3, по-моему. Слышь, меня, Даша. Я там уже отрываюсь от этих топовых фидеров. Я уже на седьмом месте. Или шестом, может. ПКГ на первом. У него 6,5 из партейзов игр. Не, ну да. У него там есть легендарные матчи против комплексики на TheDefense. Там 1,16. Там еще там что-то было 0,13. У меня такие тоже есть. Но. Но ПКГ видимо, видно больше. Таких. Мне, кстати, написал один какой-то человек в скайпе, что мне надо погромче себя. Я не знаю, сами разбирайтесь. Да, я тут разбираюсь. Пытаюсь. Я уже сделал тебя нормально. Кажись, нормально. Кажись, нормально. Смотри, Адмирейшн бомжует. Ну, не его роль. Вообще, ПКГ любитель такой говорит, что, мол, у нас команда все играет на всем. Но фигня это полная. Все-таки они неплохо распределились по героям. Ну, вот, когда против Дара опять же играли. Ну да, сейчас какой-то бред. Адмирейшн, Адмирейшн, ну, все-таки это какой-то инвокер, что-то подобное. Ну, Вигас всегда играет на чем-то вот его. Все-таки Вигас хотя бы дают героя. Но то, что Сайлент с Адмирейшном и с ПКГ обменяются вообще ролями полностью, это, мне кажется, ну, это не миллион долларов, короче, вот так вот это назовы. Там минус Адмиру очередной раз. Да, Адмира просто разрывает, конечно. Конечно, но он не привык, откровенно. Он все-таки привык. Я с ним иногда в паблике там играю. Он всегда привык играть, ну, с деньгами. Ну, вот мы как раз обсуждали вот это с Каспером в первой игре, когда вот сегодня Дарреры тоже меня удивили, потому что у них абсолютно, я не понял, что произошло. Фаник перестал играть на карри-героях. И просто-напросто, вот так внезапно. Мы это обсуждали. Почему это сделали Дарреры? У них сегодня Артстайл бегал всегда на карри-героях. Фаник играл на суппортах. То есть, и вообще они по играм, по героям в последней игре что-то вообще непонятное сообразили. То есть, Габлак, который, ну, никогда не играет керри-героями, в итоге убивать... Он на Клинксе играет. Ну, да, на Клинксе он играет, на Фурионе иногда. А вот у М5, вот у них постоянно вот эта вот фигня, да, когда Сайлент может играть то на соло-мид-героя, то еще на ком-то. Так, Сокса тут убивает. Сокса просто нашли. Сокса вообще не ожидал такого. Ну, его, на его части карты просто поймали три героя, которые там все оккупировали. Так, а там просто три варда стоит на центре и на нижней руне, и еще в лесу. Оп, и на Синдерин уйдут, а Синдерин что-то тупит, короче. Или успеет уйти. Да, все контролирует, скорее всего успеет. А хотя нет, долго. Ситарин уйдет? Успевает, успевает. Ой, да ладно, он не попал. Он бы не попал все равно. Да, не попал бы, но он был близок. Ищет, ищет Синдерин. Он был близок. Близок к успеху. Шестнадцатая минута. Кстати, что у ПГГшки? У ПГГ три тысячи денег просто. О, нормально, ПГ тут с одним словом ридом катается. Ну, так вот, М5 мне не нравится. Ну, я не знаю, им самим-то нравится, что они постоянно так меняются. И вот то так, то сяк. Ну, все-таки это как-то, мне кажется, не то это. Ну, должны быть роли в команде, чтобы все четко постарались, что делать. Чтобы вот такого не было, что... Я тоже, кстати... ПГГ это Адмирейшн, который на инвокере играет. Ну, мне кажется, один из лучших инвокеров. Синдерин что-то решил фидануть сейчас. Он приехал. Ну, вот МТВ что-то начали фидить. Я, кстати, абсолютно полностью с тобой согласен, потому что мне кажется, что правильные роли, это вообще залог успеха. Это очень много, значит. Представить себе, чтобы МТВ какая-то... Ой, в Нави, например, какая-то херня такая происходила. Ну, типа, да, в Нави разве что, ну, чуть-чуть могут меняться, ну, Пупейс со Смайлом там. Ну, да, да. Может быть, Хвост с Дэнди. Или вот НС на Урсе тоже что-то не очень пошло, да? Слышь, НС на Урсе вообще нормально раздавал. Ты что, не видел? Ну, кстати, доминейтинг был. Был. Доминейтинг был, так команда-то подставила. Понимаешь? Но видели везде. Как-как тут разберешься на Урсе-то? Я почти там все вообще в порядке делал. Потом, правда, не пошло. С нижней линии пришел сюрприз. Ну, да, там чуть-чуть пошло что-то не так. Ну, что, 13.5, 18-ая минута у нас идет игры. Есть барабаны уже у Сокса. Это значит, что он очень быстро бегает. Это значит, что он сейчас будет просто ловить всех подряд. Хотя они и так ловили. Я, в принципе, думаю, если бы МТВ... Ну, вот они начали очень шикарно. Если бы они сейчас не расслаблялись, они бы уже посносили бы все товара, уже бы нахайдрался. Да, они что-то на себя действительно немножко не похожи. Они вот, как начали что-то играть, вот хорошо поверили в себя, грубо говоря. Что делает этот мир вот сейчас? Получил он 4 секунды и вот. Ой-ой-ой, что твори? Ну, а тут самый Black Hole. Ну, а, к сожалению, тут ЛПГ, видимо, Black Hole, Black Hole. Но Вигас улетит, прыгает. Вигас так себе заултил, что в одного синдера. Вигас, кстати, живой, смотри. Нет, не живой. Ну, и поумирали все тут. Вигас, кстати говоря, вот Иван воспользовался дефолтной стратегией через шифт заултить и заблинковаться. И в итоге вот он, как это иногда бывает, весь бой сместился вообще в сторону от него, и он взорвлетел в одного синдера на сульта. А мог бы, на самом деле, он плотнее намного заехать? Не, ну мог бы, но когда ты не через шифт, ты там теряешь один толчок. Да-да-да, это важно, конечно. Это же очень важно. Один толчок, это 100 демеджа. Вот. Ну, кстати, насчет ролей. Менять роли, ну, сменить роли-то можно, но только это надо как бы на постоянной основе тоже делать. А у них все-таки, вот у М5, ну, Адмир, я первый раз вижу, чтобы он играл, вот, честно говоря, на каком-то шедов-демоне. Вот Адмир, по-моему, тут всегда дают. И иногда там сам... Не, он на Старладре, кстати, очень часто на шедов-демоне играл. И именно на одном шедов-демоне. На других супертах он почему-то не играет. Но ему и никогда не получалось. То есть, ну, сколько у него уже? Ну, все. А ну и сейчас у него, да, не идет, не идет, откровенно. Ну, выходит вперед. То есть, он привык, что у него там не 700 кп, а полторашка. Его как бы не убьют. Его успеет спасти шедов-демон, который у него в команде, например. А сам, ну, и выходит вперед. Забывает, что он и есть шедов-демон, который должен кого-то спасти. Не, ну, там сейчас, на самом деле, очень плотно все начинают собираться идти пушить. Там Синдерен себе Некра купил. Я думаю, там еще сейчас... Ну, Клапау Цыганимом она тоже там сейчас будет, когда 16 кп, там 40 кп. А Синдеренушка-то с Мидасом. Синдеренушка-то быстро формит. Кебаб, пайп. Скоро, я тоже нажал, удивился. Офигел. Откуда он деньги эти... Не, ну, 5 товаров, знаешь. 5 товаров, то есть, это уже дохрененки от бабла. Ну, и МТВ ярко показывает, что 82 минуты им очень нужны. Ну, понятное дело. Нет, МТВ, я так понимаю, очень хотят на это план. Они уверены в своих силах. Собираются они еще раз побороться там в финале с Na'Vi. Или что-то типа того. Поэтому, я думаю, здесь они, конечно, будут сейчас потеть. Сайлент, а поймал... Сайлент улетел! Сайлент улетел! Притом, заметь, Сайлент затерпел БКБ, но не стал юзать. Если бы сейчас все-таки умер, конечно, был бы большой косяк с его стороны. Я думал, он юзнул, думал, он улетал уже в БКБ, но потом смотрю, что юзнул Аквапа Ульт. Группа в БКБ бы его бросать. Кстати, да, то, что МТВ сегодня проиграли у дареров, я считаю, что это просто дареры на кураже. То есть, а МТВ, как бы, они на этот Старладдер, мне уже сок все уши прожужжал в скайпах и так далее, что они уже вот готовы, они уже летят, они уже готовы побеждать. Все очень круто, но надо. Ну, МТВ неплохие, неплохие. Знаешь, это так бывает. Вот были игроки обычные тогда, кто их не помнит. Это же Вестерн Вуль, кстати. Там плюс Синдерин, плюс вообще Кебаб. Практически из паблика вылезшая опять. Это он 100 лет не играл. И что-то начали чуть-чуть побеждать. И Зрэк просто в себя поверили. Начали играть нагло, агрессивно, так красиво. Ой, как умирает Адмир. Просто беда. Ну, Сокс тут, конечно, умрет. А, да, Сокс умрет. Да, ну, так что здесь... На любом случае, как Адмира развалило, это вообще беда. В принципе, да, забавно его развалило. В том смысле, что, на самом деле, были все, вся команда рядом. Ну, как бы, по идее, должны были успеть спасти, но как-то я не успел, не то его спасти. Что-то пошло не так. Чуть-чуть. Ну, на самом деле, все пошло более-менее нормально, потому что у Беррика Чауса, ему долго появляется. Он еще и без ульта появится. Но есть уже вторая Некрау Синдерина и половина третья. Кстати, у него третьи скоро будут. А здесь что? Шедофиент купил себе Блэйду Фалакрити. Я, кстати, слышал, как вы обсуждали про то, что не стоит ломиться, МТВ и все такое, потому что, ну, правильные вещи говорили вы насчет того, что всегда, когда пушишь, если ты слишком торопишься, скорее всего, время только теряешь. Но, походу, МТВ-то как раз-таки и не собираются, а не пушить. Ой, как Фунзи уходит. Фунзи чуть не встрял, но он ушел вообще очень на халяву. Красиво. КГ, вдогонку за ним. Надо было прямо на базу блинкаться. Фунзи ушел красиво. Так вот, похоже, что МТВ все прекрасно понимает. Синдерин или кто у них там главный заводила. Именно, что формят третий некос, пайп, и вот тогда пойдут в такой финальный пуш, именно в один единственный, то есть пойти сломать до конца. А пока они просто бегают и развлекают. Да, кстати, перед игрой был довольно интересный разговор в общей конфе этого турнира, то есть в конфе, в которой Дарреры, МТВ и М5, и там Шиба, МТВ очень сильно интересовались там минутами и так далее. Я им расписывал, что надо, сколько надо и так далее. На что Вова ПГГ ответил просто, да задолбали вы, зайдите в игру, что вы ноете, мы все равно сейчас в первой игре изнасилуем, и все, и второй игры даже не будет. Ой, Саин, как отвратительный взял... Ой, боже! Ой, ай, 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 ай! Помнишь, я тебе говорил, помнишь, я тебе говорил, делайте моменты с фейлами, вот они, вот они. Вот они. Просто Саин взял на ровном месте БКБ, ни в кого, Вован прыгает, поехал. Но тут Вигас хорошо заверкался ульт, Я был драки пропустил хлопая просто, кстати, драка для М5-то все равно удачная получилась, Да, да, драка получилась хорошая Потому что Вигас затащил Вовремя оказался в позиции В какой-то совершенно неадекватной позиции На самом деле Но это Вигас Ты же сам знаешь, что Вигас всегда в совершенно какой-то неадекватной позиции Кстати, этот момент я запишу себе Это была 23-я минута игры 22.45 Мы это обязательно выпишем И мы это в нашем следующем хайлайте Сделаем 11-место Можно, да, с вопросиком С вопросиком Изначально Все начиналось очень отвратительно Когда там и БКБ было в никуда То есть и ПГГ Узовлетел тоже непонятно Тут можно объяснить, почему все так получилось плохо Просто нажми на кебаба Ну сейчас уже это не будет так наглядно Но на самом деле у него был и пайп, и ульт не в кулдауне То есть он не вязал в бою ни пайп, ни ульту Не знаю, с чем связано Походу маны не было Вот так вот Как бы когда Чен юзает ни пайп, ни ульту в драке Вот тут-то и вопросы Прискорбно Вот тут-то, ну, отсюда-то и понятно Почему там Сен Кинг 11-го уровня просто развалил всех соло практически Я думаю, хилл Чена с пайпом бы там, конечно, отличили бы все Ну да, там вообще бы не вошло бы Да, ну тут видишь, как он насобирал кучу всего А теперь посчитай Сто 200 маны стоит ульт, 150 маны стоит мека Сотку маны стоит пайп Ему вообще всю ману надо потратить, чтобы вот это все заезжать А он еще и не с полной маной был Он еще, небось, какую-нибудь тэшку там заезжал Ну, короче Кстати, у Каус Найта было в один момент прекрасный, 3200 голды Ну, он И он решил все-таки идти не в Тарасков в БКБ Ну, по-моему, правильно Мне нравится, что он знает вообще собирать БКБ Ну, да, миллион, 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 что пошли МТВ Все-таки спешат, по-моему, немного Ну, хотя есть третий негра, есть все Не-не-не, никуда они не спешат Вот у них как раз Чен, который ничего не юзал Он тут, у него ульта есть Вот Чарльз юзает, ой, через поле бегать неприятно Ой-ой-ой, поймали Бладенжело Минус Ой, спрятали Живет Бладенжело Все равно убьет Игорек, Игорек, хорошо Ну, и Бладенжело без выкупа, видимо, да, и Нигло без выкупа Смотри, что происходит То есть, вот как эту гопшу убить вообще Да непонятно, как ее убивать Сутим прыгает, сейчас будем смотреть, как получится Вигас убить эту гопшу Не, убегаться, что-то ничего не получилось Ну, там, аэгис, там, аэгис, то есть Т-3 упал ПГК живет, Мека спасла его, но Фунтия последняя тычка Не выживет, конечно Жен-соксы продолжают намешивать, очень больно ему Барак падает, пока все это дело происходит Ну, не добьет, барак не добьет Да, не добьет барак, все-таки МТВ М5 двух потеряли, забрали аэгис, но остались Сильные, сильные ульты очень у М5, как ни крути Вот Шен Кинг с Шадо Финдом кастует ульты и... Да, кстати, когда из СФ появится Даггер, это вообще будет борода, когда все это будет прорываться Он не съедает, Даггер, судя по всему, он весь Яшу купил, наверное, все-таки Манту будет Ой, улетел прям Фурион перед носом Перед носом у Вигаса Вигас, кстати, с Аганимом-то будет через 1200, через 1300 голды Что тоже немаловажно, он и сейчас врывается шикарно, так что там трусит Много-много дэмэджа, Данн, и здесь бы, конечно, еще Вейл кому-то залепить Ну, там бы тогда СФ вместе с Вигасом бы просто убивали всю команду Просто убивали, да, всю И по всему, им было бы на Пайпы, там, Мекки и прочую срань Ну, я так тоже не скажу, что прям... А парейшины не хватает здесь Ну, там, СФ, видишь как, все-таки СФ читерный, герой его сейчас довольно редко берут, а как бы он хуже-то не стал У него очень большой дэмэдж с руки, плюс вот, ну, как бы у него и магический, и физический урон повышенный То есть он очень неприятный Да, то есть он может и выкастоваться, и потом еще и руку надавать, в отличие от Сенкинга Ну да, тут сейчас и было так, он что-то закастовал, он же убил первый раз Сокса с руки, грубо говоря, запинал И второй раз его выгнал с базы тоже просто, ну, с руки, дэмэдж 200 под пятеркой минус армора, это не шутки, на самом-то деле НТВ продолжает, НТВ просто продолжает, на этот раз без Кипаба, без Пайпа, без Мекки будут татсы с хитом Зато будет очень много иллюзий у Сокса, смотри, он нашел иллюзии, у него есть ульт Эх тут просто будет миллион, семь Соксов будет бегать Семи Сокс? Там опять готовы, пять ультов просто Да, там пять ультов уже их ждут, и куда бы ворваться на них? У всех все готовы здесь, у Кипаба кто? ПКГ? Ну и ПКГ сбивает, Сенкинг ходит с ультом поздно, 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 да, тут минус два Иго Сумер, да, все, проиграли ПКГ плохо вошел Будут тянуть время же, им же Да понятно, они будут тянуть до конца, но МТВ тоже Поэтому лишь раки выкупаются, сразу выкупаются, сразу же надо пить Всякие лишь раки Ну пойдут в вторую сторону или пойдут просто по миду МТВ, тоже мне интересно А в вторую сторону? Могут, могут они в вторую сторону Я думаю, надо идти в вторую сторону, ох, это нет О, поймали Сайлента Нет, вот так могут идти по миду теперь, спокойно Да-да-да, идут, идут они по миду Они как раз сейчас помигали, я думаю, сейчас барабаны и все дела спокойненько активируют Там что у Кебаба, кстати, по кулдаунам? Сейчас тут и мекки от кулдауняться через 8 секунд Да-да-да-да Ничего не стоит, просто Сенкинг появится и Энигмы без ультов, они многого не сделают Здесь уже и некрас через 30 секунд от кулдауна, даже быстрее чем СФ появится Уже оба тавра падают Вот Мир умирает уже, не знаю какой раз, 0.8 у него сейчас Девятый раз Девять Влад Энджел убивает Сокса Сокс, Сокс, смирает, наверное, выкупит и сразу побежит Нет, не выкупается почему-то А у него деньги-то есть на выкуп? Есть Есть, вот дошло до него Он тупил, он кнопку искал, наверное, она просто на пол экрана такая Да-не, ну, наверное, он не понял, что здесь дело в троне заключается и надо бежать сюда Да-а, вот вами МТВ, вот то, что говорили, что МТВ надо убивать, надо пушить Кстати, я не знаю, может быть, кто-то из вас помнит, а может быть, помнит кто-нибудь, по крайней мере, из зрителей точно Как МТВ играли, по-моему, тоже с М5, тоже за какой-то выкуп из какой-то группы И там нужно было МТВ снести минут за 30 и они просто в одном длительном первопуше С Зевсона, Сталкером, которого был Иул, и с Пугно, еще с какой-то...